Боитесь ли выпустить лучший OLED-телевизор, когда-либо выпускающийся LG? Речь идет об LG G3, флагманском 4K телевизоре 2023 года. Сегодня мы рассмотрим LG G3, оснащенный новой MLA технологией, Micro Lens Array. Вы спросите, а почему LG применила эту новую удивительную технологию для OLED-телевизоров? Ответ прост, выживание. После прошлогоднего поражения от QD OLED-технологии Samsung, LG должны были что-то сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. К концу этого видео вы будете знать все, что вам нужно о качестве изображения G3 и о том, подходит ли он для вашего сценария использования, или вам стоит рассмотреть Samsung S95C. А как обычно, актуальные цены на OLED-телевизоры в описании к видео. Нет, Sony A95L еще не доступен. Он выйдет гораздо позже, летом. Но в этом видео мы поговорим о том, что Sony нужно сделать, чтобы не отстать или даже обойти G3 и S95C. Некоторые наблюдения, которые возможно Sony могла бы перенять. Итак, после нескольких недель работы с S95C и LG G3, включая двухдневный марафон прямых трансляций до калибровки и после калибровки, их вы можете посмотреть здесь. Я очень хорошо познакомился с G3 и S95C, их сильными и слабыми сторонами. И что самое главное, надеюсь, я смогу поделиться некоторыми из этих идей с вами, когда вы будете раздумывать, какой из них приобрести, поскольку они так похожи. Но прежде чем перейти к этим сравнениям, давайте сначала разберемся с одной вещью. Стоит ли вообще рассматривать G2 вместо G3? В целом, G3 определенно является улучшением по многим параметрам, на которые многие из вас рассчитывали. Мало того, что он явно ярче, как в ярких бликах, так и в APL, общей яркости изображения. Но самое главное для меня, 65-дюймовый размер определенно улучшил однородность, проблемы с сэндингом, и розовый тин стал гораздо менее заметен. Не полностью все устранено, но эти улучшения огромны, потому что в течение последних нескольких лет это были постоянные проблемы для LG в серии C и серии G. Теперь это не будет так сильно влиять на качество изображения, как раньше, потому что в обычном контенте я не заметил этих проблем. Настоящим конкурентом G3 является Samsung S95C. Цена на оба устройства идентична на старте. 77 дюймов 4,5 тысячи долларов, 65 дюймов 3300, а 55 дюймов 2,5 тысячи долларов. Идентичны до копейки. Так как цены между G3 и S95C одинаковы, решение о том, какое из них выбрать, зависит от деталей. Речь идет о спорте, светлой комнате, темной комнате, фильмах, конкретных сценах. Ваш контент определит, какой телевизор может лучше подойти вам. Другими словами, это ваш сценарий использования. Так что мой вердикт будет разбит на различные сценарии использования, а в конце мы подведем итоги. Но я собираюсь разложить все по полочкам, чтобы в конце этого видео у вас было представление о том, как я пришел к такому выводу. Начиная с точности, оба превосходны из коробки. И после калибровки практически идентичны. Если вы не планируете молиться на профессиональную калибровку, оба устройства хороши. Они не нуждаются в серьезной помощи, как типичный Hisense или TCL, которым может потребоваться много настроек. G3 S95C великолепны из коробки. За исключением того, что G3 более точен в HGIG игровом контенте. А оба телевизора при просмотре Netflix и все, что HDR10, идеальны. А в не HDR10, речь идет о Dolby Vision или HDR10 Plus, имеются различия. G3 имеет Dolby Vision, Samsung S95C нет. Но у него есть HDR10 Plus, а у G3 нет. Мы не можем закончить это обсуждение, не поговорив о Dolby Vision. Многие из вас рассматривают G3, потому что у него есть Dolby Vision, и сбрасывают со счетов S95C, потому что у него его нет. Или наоборот, HDR10 Plus на S95C, а Dolby Vision нет. Итак, давайте разберемся, что такое HDR10, Dolby Vision, HDR10 Plus. HDR10. Все эти телевизоры способны правильно воспринимать статические метаданные. Это стандартный формат, он бесплатный, большинство современных телевизоров способны декодировать HDR10. Затем есть Dolby Vision, предполагаемый премиум формат, как и HDR10 Plus. И многие из вас считают, что G3 лучший телевизор именно по этой причине. Ну, давайте разберемся, почему я думаю, что вы можете ошибаться. Если вы выбираете G3, потому что считаете, что Dolby Vision делает изображение лучше, что вы подразумеваете под словом лучше? Я скажу вам следующее, Dolby Vision версия того же контента, что и в обычном HDR10, является менее яркой. Пиковые яркие блики не такие яркие. APL немного ниже, это более тусклое изображение. Я не понимаю, почему многие люди говорят, что HDR10 хуже, а Dolby Vision лучше, он способен на 10000 нит, при 12 битах и все такое. Но когда я запустил последний бенчмарк диск с Пирсен Мансал с 10000 мини Dolby, а затем сравнил его с 10000 мини обычной версии HDR10, версия Dolby была менее яркой и выглядела так же, как версия на 2000, 1000 нит, едва ярче, чем они, тогда как обычная HDR10 масштабировалась на обоих телевизорах G3 и S95C. Когда я устанавливал более яркие версии HDR10, оба телевизора показывали яркие блики все ярче и ярче, а Dolby Vision на G3 выглядел очень похоже на 1000 нитовую версию. Другими словами, Dolby Vision снижает производительность телевизора, чтобы все телевизоры выглядели одинаково. Это неприемлемо, вы доплатили за G3, а версия Dolby Vision сделает его более похожим на G2. В чем смысл-то? Теперь давайте поговорим об HDR10+. На S95C он выглядит почти идентично версии HDR10. Так что, хотя он не такой тусклый, как Dolby Vision, но он и не ярче, и не лучше, чем HDR10. Может быть слегка, но это незаметно, если только они не находятся рядом друг с другом. Так что, в конце концов, ни 10+, на S95C, ни Dolby Vision на G3 не должны иметь значения при принятии решения. И многие из вас говорят, подождите, я хочу игровой телевизор, способный поддерживать Dolby Vision Gaming, а это уже совсем другая тема, в которую я не хочу углубляться. Но скажу так, что Dolby Vision Gaming в стадии разработки. Я бы не стал принимать решения о покупке G3 на основе Dolby Vision Gaming. Просто придерживаясь HGIG, вы знаете, что получите, но вы не будете знать, что получите с Dolby Vision Gaming. Есть и другие причины, по которым вы можете выбрать G3, но Dolby Vision не должен быть одной из них. Далее яркость. В целом, G3, если мы говорим о шаблонах, скажем, о белом окне 1%, 2%, сколько угодно процентном. При просмотре этих измерений имейте в виду, что из-за широкоугольного объектива внешняя часть изображения всегда будет выглядеть немного тусклее, чем центральная часть. Поэтому сосредоточьтесь на сравнении яркости по мере приближения к центру, где находится LG G3. Вы видели это? По мере приближения G3 к полному экрану, его система балансировки нагрузки яркости достигает своего предела и снижает яркость менее линейно, чем S95C или Sony A95K. Можно подумать, что это повлияет на его полноэкранную яркость в SDR Sport, верно? Не совсем так, потому что синтетические шаблоны не всегда показывают, как будет в обычном контенте. И похоже, что G3 и S95C имеют схожие возможности яркости белого. Оба немного ярче, чем A95K. А что насчет цвета? Если принимать во внимание цвет, то цвета на S95C, желтый, зеленый, синий, любой другой, немного ярче. Однако, когда белые и цвета объединяются в фильм, то телевизоры выглядят идентично. Так что давайте перейдем к сравнениям, чтобы вы могли сами понять, о чем я. Начнем с бенчмарк диска Spirits & Mansell, LG G3 в центре, S95C слева, Sony A95K справа. Начнем с преимущества G3, которым являются ярко-белые сцены. И не забывайте игнорировать падение яркости на дальних краях. Итак, когда дело доходит до яркости белого, G3 легко соответствует или иногда превосходит S95C. Но что происходит, когда вы добавляете цвет? Вот где G3 немного проигрывает S95C. Это HDR 2000 нит. При 600 и 1000 нит цветовая насыщенность и яркость идентичны, но при 2000 нит G3 определенно проигрывает. Особенно ярко-желтая брюшка становится менее насыщенным, по мере того, как оно становится ярче. И это становится еще более очевидным, когда глаза теряют насыщенность при более высокой яркости. Вот крупный план G3 при 600 нит. Посмотрите на желтизну в глазах. При переходе к 2000 нит она становится ярче, но сразу теряет насыщенность, цвет потерян. А на S95C как яркость, так и насыщенность света сохраняются. И никакой Dolby Vision не поможет. При 1000 нит Dolby Vision и G3, и A95K выглядят очень похожи. Поднимаемся до 10000 нит, и G3 теряет яркость, в то время как A95K сохраняет насыщенность света, хотя яркость одинакова. Есть некоторая потеря цвета, и Dolby Vision не помог G3 его сохранить. Далее безумный макс дорога ярости. Вход в пещеру, белая сцена. Да, G3 молодцом. Но в известной сцене с огненной гитарой яркий красный и яркий оранжевый не дотягивают до S95C. В песчаной буре все три телевизора фантастичны, совпадая по пиковой яркости и ярким бликам. До тех пор, пока не будет задействована цветовая яркость, как в этой оранжевой молнии. Но посмотрите, как он хорошо соответствует A95K. Далее, Pen и потрясающая сцена заходящего солнца. Сначала кажется, что S95C ярче, но давайте посмотрим внимательнее. Приглядитесь к деталям, точнее их отсутствию. Как вы можете видеть на S95C, когда мы уменьшаем экспозицию, мы замечаем, что G3 имеет лучшую детализацию, а S95C потерял много деталей. Что нам нужно сделать, так это снизить контрастность на S95C с 50 до примерно 42. Как ни странно, яркие детали теперь лучше, чем на G3. С контрастностью в районе 41, 42, 43 яркость сохраняется, но контраст немного улучшился. Может ли это быть проблемой с MLA? Когда он такой яркий, он немного осветляется, и вы теряете часть контраста. Честно, я не знаю, это может быть просто обработка или цвет такой, но имейте это в виду. Игры с динамическим тоновым отображениям, усилителем экспрессии и настройкой контрастности не помогли. Далее отряд самоубийц. Представляющий экшен, цвет, HDR, различные блики, темные сцены, яркие сцены. Это отличная демонстрация HDR. Все три телевизора выглядят потрясающе. Это тот вид контента, который большинство из вас будет смотреть. И я включил этот фильм потому, что, откровенно говоря, разница между ними очень мала, а это составляет, я бы сказал, 99% того, что вы будете смотреть, за некоторыми исключениями, о которых мы поговорим дальше. Давайте попробуем включить контент с низким битрейдом на YouTube TV. Это 1080p HD-трансляция. Посмотрите за Рори Макелроя. Задний фон состоит из кубиков, как на Samsung S95C, так и на Sony A95K, а на G3 он чистенький и гораздо лучше. Мы знаем, что S95C не очень хорошо обрабатывает контент с низким битрейдом. Но, к удивлению, Sony A95K... Хм, возможно, именно поэтому A95L нужен новый процессор XR Clarity. Так что, как вы видели, LG G3 мастер яркости чисто белого, если для вас это важно. В то время как S95C мастер цветовой яркости. И мы не говорим о BT 2020 или широкой цветовой палитре, даже в Rec 709. Яркость желтого в Rec 709 на S95C может достигать большей яркости, чем на G3 в том же цвете. Но когда вы помещаете это в сцену, в смешанную сцену, они очень похожи. Да, есть различия, S95C будет немного ярче в тех больших окнах, где сочетаются разные цвета, например, желтый, оранжевый или любой другой. Реальность такова, что 99% контента, будь то онлайн кинотеатр, Blu-ray диск или флешка, не делается выше 1000 нит. В этом случае оба телевизора работают одинаково. И если вы их откалибруете, они будут неотличимы, когда речь идет о яркости, бликах, эффективности HDR. Но что, если бы вы поиграли с настройками? У вас есть усилитель экспрессии, усилитель контраста, динамическое тоновое отображение, кино, домашний кинотеатр, а здесь у вас есть Filmmaker, активное тоновое отображение и усилитель контраста. В конечном итоге, если я выведу оба телевизора на максимальную яркость со всеми различными улучшениями, сохранив при этом максимальную точность цветопередачи, знаете, что произойдет? Посмотрите. Используя Aquaman, мы попытаемся сопоставить яркость с активным тоновым отображением на S95C. G3 Filmmaker Mode. Есть ли что-нибудь, что повысит яркость настолько, чтобы сравняться с S95C? Нет. Динамическое тоновое отображение, усилитель экспрессии, автоматическая динамическая контрастность, все это не помогает, поскольку Filmmaker Mode LG не хочет далеко отходить от точности. Вам придется перейти в режим кино или домашний кинотеатр, чтобы получить дополнительное усиление яркости от этих улучшений. Ну почти. Давайте сделаем S95C немного ярче, установив усилитель контрастности на низкий. Чтобы сделать G3 ярким, мы включаем домашний кинотеатр, динамическое тоновое отображение, усилитель экспрессии на детали, и вуаля, два телевизора совпадают по максимальной точности цветопередачи с максимальной яркостью. Это прекрасно для светлых комнат. В итоге, если взять Filmmaker Mode, самый точный режим обоих телевизоров, со статичным тоновым отображением здесь и без динамического тонового отображения на G3, то они выглядят идентично. Но если вы находитесь в светлой комнате, вы хотите сохранить некоторую точность цветопередачи, но при максимальной яркости. Оба телевизора все равно выглядят одинаково. Отличие находится посередине. Максимальной яркости и точности. Максимальная яркость, сохранение точности света почти одинаковы. Filmmaker Mode, точный, почти одинаковы. Между этим у вас есть более точный контроль над G3 над тем, чего вы хотите. Есть такие настройки, как усилитель экспрессии, домашний кинотеатр, Filmmaker Mode, а также варианты улучшенного автоматического динамического контраста. Но, в конечном счете, они очень похожи в обычном контенте. Если использовать яркие и динамические режимы, то динамический на S95C возмутительно динамичен. Вы видели неоново-зеленую лягушку, а на G3 она сохраняет немного больше точности цветопередачи, даже в ярком режиме. Так что речь не идет о режимах, выходящих за пределы Filmmaker Mode или точной цветопередачи. Но если вы собираетесь сойти с ума... Давайте сойдем с ума. Давайте поговорим о том, что делать, если вам нужна сверхяркая картинка без точной цветопередачи. Какой телевизор вам подойдет, кому может понадобиться эта максимальная яркость? Sport SDR. Вот о чем речь. Вы находитесь в светлой комнате, вы смотрите Sport. Какой телевизор нужен? Ну, смотрите. Все три телевизора установлены на самый яркий режим. LG G3 на яркий, Samsung S95C на динамический режим и Sony A95K также на яркий. При просмотре спортивных видеороликов это сильная сторона G3. Он кажется самым ярким из трех телевизоров, хотя S95C ни в коем случае не тусклый. G3 просто немного ярче, и он определенно мой выбор телевизор OLED для просмотра спорта. Теперь рекомендации. Оба телевизора превосходны, но когда брать G3, а когда S95C, если предположить, что цена на них одинакова. Помните, что у G3 нет подставки, поэтому если вы берете G3 и вам нужна настольная подставка, вы можете перейти по ссылке в описании, там есть отличные подставки. Или если вы покупаете валу Electronics, они будут включать подставку. Но помните, здесь нет подставки, а в S95C есть. S95C имеет модуль One Connect, если это важно для вас. Некоторые не любят его, потому что, возможно, шнур слишком короткий. KJ, это я про тебя. Другие люди любят его, но это все индивидуально. Качество изображения очень похоже. Но у G3 есть преимущество при просмотре спорта в светлой комнате. Он может быть чуть ярче, чем S95C. Однако S95C в будущем контенте, где цветовая яркость превышает 2000 нит, S95C будет более точным в этих ярких сценах фильма, когда он появится. И это не бетчмарк диск из Пирсен Мансел. То есть цветовая яркость S95C ярче, сохраняя всю насыщенность света при более высоких нитах. Но только когда этого требует контент. А это далеко не весь контент за пределами диска с Пирсен Мансел. В будущих фильмах у S95C, если потребуется, есть запас по насыщенности при высокой яркости, чего нет у G3. Но если вы просто смотрите Netflix, Prime Video, блеры и диски, G3 и S95C чаще всего будут идентичны. Но учитывая одну вещь, которую S95C по-прежнему делает неправильно. И это для вас Samsung. Цветовое пространство BT2020 не работает. Оно перенасыщено. Если включить автоматический режим, то по умолчанию будет установлен DCI-P3, что вполне нормально, поскольку большинство фильмов все равно грядится с учетом DCI-P3. И любой дополнительный цвет, который есть в BT2020, вам нужно знать, где он находится. Вы не заметите разницы, правда? Но это то, на чем нужно работать Samsung S95C или всем телевизором Samsung. Заставьте работать цветовое пространство в BT2020. Иначе люди покупают этот QD OLED, думая, что получают дополнительное цветовое пространство, когда на самом деле оно не такое точное. То есть оно есть, но я бы не стал его использовать. Но если бы я должен был привезти домой телевизор для своей семьи, какой бы это был телевизор? Это был бы G3 с небольшим количеством денег, потраченных на подставку, потому что я бы поставил его на стол. Ну, во-первых, это определенная обработка низкого битрейда, которая получше. Сюрприз в том, что LG G3 обошел и Samsung S95C и Sony A95K. Во-вторых, немного ярче в спортивном контенте, а у меня очень светлая комната. И, наконец, мне нравятся все настройки системы меню, которые доступны мне на G3. Это уникально для меня, но это не значит, что S95C ужасный телевизор. Однозначно нет. Но эти три вещи, незначительные различия, которые считаю важны для того, чем я пользуюсь изо дня в день. Но подождите, что должна сделать Sony A95L, чтобы победить G3 и S95C? Во-первых, контент с низким битрейдом, он должен работать лучше, чем на A95K. Во-вторых, высвободить ту яркость, на которую я знаю, она способна. Sony A95L будет иметь лучший радиатор, чем S95C. Ну, мы так думаем, он должен иметь отдельный радиатор больше, чем у S95C. Я хочу увидеть, как она освобождается, потому что сейчас Sony немного убавляет яркость, чтобы дать мне все детали градиента. И это прекрасно, для этого и существует предпочтение перехода, но предпочтение яркости должно быть немного ярче, сохраняя при этом некоторые яркие детали. Предпочтение яркости в настоящее время не очень хорошее. Оно не такое хорошее, как активный режим тонального отображения Samsung. Так что Sony нужно сделать его получше. И в-третьих, A95L должен сравняться по цене с G3 и S95C. Если вы хотите еще более глубокого погружения, чем в этом обзоре, смотрите мои стримы об G3 против S95C здесь и здесь, а обзоры смотрите здесь. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok